Как стало известно, 22 декабря кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валерий Пекрес, находившийся в Армении с визитом, якобы в режиме строгой секретности, посетила Ханкенди. Об этом написал в своём твиттер журналист, политический обозреватель Франс Телевизион Жюльен Нени. Валерий Пекрес посетила сегодня Карабах, там она познакомилась с местными политиками, отметил он. Речь идёт о главарях террористического режима сепаратистов. Путешествие, которое по соображениям безопасности не могло быть освещено большинством французских СМИ, присутствующих в Армении, в том числе и Франц ТВ, написал Нени. Хотелось бы узнать у временно ответственных за въезд на территорию, где компактно проживают армяне миротворцев, как могла кандидат в президенты Франции якобы тайно проникнуть в зону ответственности РМК. На ум приходят две версии, и ни первая, ни вторая не характеризует роль миротворческих сил с положительной стороны. Либо это низкий профессионализм и халатность позволяют им пропускать посетителей незамеченными, либо они осознанно допускают на территорию Азербайджана иностранных граждан, не согласовав это с Баку. И первое, и второе ставят под вопрос роль и цель миротворческих сил Российской Федерации, подрывая усилия по установлению постконфликтной стабильности в регионе. К слову, такая нарочитая близорукость у миротворцев диагностируется не впервые. На протяжении всего последнего года мы не раз наблюдали незаконные визиты членов Национальной Ассамблеи Франции и парламентариев других стран на азербайджанские территории. Сложившаяся ситуация не оставляет азербайджану альтернативы необходимости открытия контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре. Незаконное проникновение на территорию страны ставит под угрозу безопасность граждан, и установление контроля было бы вынужденной, но единственной эффективной мерой. Следует отметить, что 21 декабря, выступая на пресс-конференции в Ереване, Валерий Пекрес заявила, что заслужила поддержку армян на посту руководителя региона Иль-де-Франс, где, как и по всей Франции, проживает значительная армянская община. Она заявила о необходимости немедленно освободить так называемых армянских пленных, а также о намерении организовать в Париже международную конференцию в поддержку Армении, если ее изберут президентом. Можно ли сказать, что Пашинян, разочаровавшись в брюссельской встрече с Макроном, решил избрать себе нового покровителя, а мадам Пекрес в желании угнаться за электоратом позволила себе политическую авантюру вопреки основным параметрам международного права. На сегодняшний день имя Валерии Пекрес пополнило черный список МИД Азербайджанской республики. И если гипотетически представить ее победу на выборах, двусторонние отношения Азербайджана и Франции, по всей видимости, ожидает качественно новый этап. Однако это не единственный кандидат на пост президента Франции, чья позиция в адрес Азербайджана имеет агрессивную окраску. В середине этого декабря кандидат в президенты Эрик Зимур с трибуны призвал защитить христианскую Армению и даже прочел пламенную речь на фоне горы Арарат и разместил фото, сделанное на армяно-турецкой границе, в своих социальных аккаунтах. Интересно, как это с точки зрения Пашиняна коррелирует с активно ведущимися переговорами на уровне МИД Турции и Армении по урегулированию отношений. Премьер-министр Армении готов вести переговоры со всеми сторонами одновременно. Впрочем, если в ином случае это выглядело бы как многовекторная дипломатия, то в случае с Пашиняном хаотичное выстраивание диалога и с ЕС, и с Соросом, и с Российской Федерацией в лице президента Путина, которому он любит настойчиво названивать и попытки улучшить отношения с Турцией и множество противоречащих друг другу обещаний, всем перечисленным выглядит как суетливая попытка усидеть на всех стульях и прослыть слугой всех господ. В то время как задачей номер один для премьер-министра Армении должна была бы являться долгожданная реализация трехсторонних заявлений.